МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире телеканала Думская ТВ новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты нашей информационной службы и я, Всеволод Ананьев. Здравствуйте! Сегодня вы увидите... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одесситы присоединились к всеукраинской акции Яволноваха. На муровокзале прошли традиционные крещенские купания. Осторожно, обрушение! Одесские памятники архитектуры в опасности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшее воскресенье несколько сотен одесситов пришли на Соборную площадь, чтобы почтить память погибших 13 января при обстреле автобуса на блокпосту в Донецкой области. О неравнодушных горожанах в сюжете Дарья Сидоровской. В это воскресенье ровно в 14.00 по всей Украине стартовала акция Яволноваха. Одесситы не остались равнодушными и собрались на Соборной площади, где почтили память каждого, кто погиб со времен Майдана. Несколько сотен одесситов в минуты молчания почтили память всех мирных жителей, погибших в результате конфликта на Востоке. В память об убитых зажгли свечи. Людское життя – это повноважение Божие. Господь Бог создал, Господь Бог привел к жизни, и вынятково Он имеет владу этим жизням распоряжаться. Я понимаю, что люди погибли. Люди погибли, потому что Путин виноват в этом все. Если бы этого не было, наши и дети не погибали, и наши мужья не погибали, наши сестры и братья, и детки, которые вообще без вины, которые два годика. Я считаю, это подло с его стороны. Слава Украине. Люди держали в руках украинские флаги, свечи и плакаты с надписями «Мы за мир», «Я волноваха» и «Путин-киллер». Хочется, чтобы все уже закончилось, чтобы люди, которые не являются членами государства нашего, ушли с нашей земли, и у нас был мир, люди не гибли. Алексей Гончаренко был единственным из официальных лиц, кто посетил марш мира в Одессе. Это акция единения и мира в памяти тех, кто погиб в Волновахе и всех остальных, кто гибнет на Донецке, на Донецкой земле, за Украину. Это трагедия не только в Волновахе, это трагедия всей нашей страны. Мы против терроризма. Нас не запугать, как не каждого украинца, так и Одессита. Этими всеми террористическими актами и прочее. Если они думают, что нас запугать, мы готовы отстоять, и мы не боимся никого. В этот день вспоминали всех погибших со времен Майдана в множестве городов Украины. Я вот уже жду и не дождусь, когда же весь мир образумится и поймет, что нельзя брат на брату нападать. Кто может, берите в руки оружие, идите защищайте свою землю. Кто не может, помогите копьячиной. А кто не может ни того, ни другого, молитесь за свою страну. Одесситы приходили на соборку до самого вечера, зажигали свечи и молили за погибших, а также за тех, кто сейчас находится на востоке нашей страны. Повертайтесь, хлопцы живем, мирного неба нам, Украина. Дарья Сидоровская, Гений Очменцев, Думская ТВ. Бойцы бывшего 18-го батальона территориальной обороны Одесса получили новые генераторы и бензопилы, купленные на средства, собранные в рамках телемарафона «Город-герой-героем». Передача помощи произошла на крайнем блокпосту за Мариуполем, где на постоянном боевом дежурстве находятся наши земляки. Нашу съемочную группу встретили недалеко от Курятника. Так с юмором называют военные аэропорты. Наш сопровождающий офицер 18-го отдельного батальона 28-й бригады. Не теряя времени, выдвигаемся на 12-й блокпост, где служат наши земляки. Маршрут лежит вдоль всего Мариуполя. Кажется, что город живет обычной жизнью. На улицах гуляют дети. И только здание городского совета напоминает о том, что буквально в паре десятков километров от границы города находится так называемая ДНР. Уже далеко за городом, в районе поселка Гнутово, опорный пункт возле линии фронта. Одесситы тут находятся с сентября. На самом блокпосту с недавних пор дежурят пограничники Стернополя. Над блиндажами одесситов вывешен флаг Южной Пальмиры. На камеру бойцы говорить не хотят, ведь большинство из них для родных на сборах в Чабанге. Боец с позывным «Птичка» – единственный, кто готов нам сказать пару слов. На вопрос о перемирии только улыбается. Ну, часто бывает. Бывает часто, бывает каждый день. Бывает тишина. День-два тишина. Бывает часто. Говорит, что сейчас обстрелы намного реже. Давно нового гуманитарного конвоя не было с России, шутит боец. Наши позиции регулярно накрывают градами и минометным огнем с двух точек. Посадка, до которой меньше двух километров, часто становится плацдармом для вражеской техники. К счастью, блин, даже наших земляков – надежное укрытие. К слову, огромную помощь материалами для укрепления оказали именно волонтеры. Нам помогают волонтеры. Волонтеры помогают. Сами стараемся что-то делать. И, как бы, ну, волонтеры и мы стараемся. Нам привозят там дрова, привозят там доски, привозят. Все, помогают люди. Мы приехали тоже не с пустыми руками. Генераторы и бензопилы, которые заказали наши земляки, попали по адресу. Все оборудование было куплено на средства, собранные в рамках телемарафона «Город-герой героем», организованного народным депутатом Алексеем Гончаренко. После того, как помощь получена, птичка проводит для нас экскурсию в блиндаже. Тут боевой дух пока еще соседствует с новогодним. Здесь у нас боеприпасы, здесь у нас вот буржуйка, греемся, не мерзнем. Вот так вот праздничная наша елочка висит. Еще немного пообщавшись с бойцами, выдвигаемся дальше, на следующий блокпост. В гости позвали наши земляки, служащие в рядах национальной гвардии. Тут все немного по-другому. В регулярных войсках подошли к укреплениям иначе. В землю врыли морские контейнеры. И если на 12-м блокпосту блиндажи можно назвать уютными, то у гвардейцев просто номера люкс. Вот здесь висит наше оружие, можете посмотреть. Все тут у нас так компактно, чтобы быстро, в случае чего, если что, воспользоваться им. Немаловажна моральная поддержка, и ребята ее постоянно ощущают. Дети нам дарят картинки, рисунки. Все время мы их тут вешаем, потому что дети – наше будущее. Даже фотографии присылают. Всеволод прибыл на 13-й блокпост 4-го января в рамках ротации. За это время, к счастью, их опорный пункт не обстреливали. Бывают, срабатывают сигнальные ракеты вдали. То есть там какое-то движение происходит, как правило, ночью. Такого плана. Слышим, конечно, стрельбу, взрывы. Но это вдали все как бы. Тут вблизи к нам они не подходят. То есть в этом плане у нас пока спокойно все. Стоит заметить, что насильно в зону АТО никого не отправляют. Все сюда ехали добровольно. То есть все, кто хотел, все поехали сюда. То есть просто парни, им просто не все равно то, что происходит в нашей стране. Сейчас это очень большая трагедия. И они хотят хоть как-то помочь стране. Хоть Всеволод и говорил, что на их блокпосту спокойно, но именно из-за недалекого взрыва и перестрелки нас просят срочно покинуть опорный пункт. Наша главная задача выполнена, и помощь достигла адресата. Стоит заметить, что волонтерское движение играет огромную роль для бойцов в зоне АТО. Приезжают, привозят. Привозят не только, как вы сегодня, генераторы, бензопилы. Привозят теплые вещи, привозят рисунки, детские письма. Вот именно это единение бойцов с мирной Украиной – это самая огромная поддержка для них. Покидая Мариуполь, мы четко поняли, что наши бойцы не отступят ни на шаг. Боевой дух ребят очень высок. И чтобы он оставался на этом уровне, надо не так уж много. Поддержка как моральная, так и материальная от тех, кто живет под мирным небом Украины. Вадим Тютюгин, Дмитрий Бондаренко, телекомпания «Думская ТВ». Борт с ранеными киборгами и другими бойцами из зоны АТО прибыл в военно-медицинский клинический центр Одессы. Еще до их появления в сети интернет появилась информация о том, что бойцам срочно нужны доноры-добровольцы. Военные медики говорят, что поднимать панику как минимум преждевременно, однако с ними не согласны волонтеры. Подробности далее в сюжете. Киборгам из Донецкого аэропорта, прибывшим в Одессу на лечение, кровь пока не нужна. Информация о срочных поисках доноров появилась в интернете еще до прибытия борта. На следующий же день свою кровь сдали более ста добровольцев. Но военные медики утверждают, что посеянная паника была несколько излишней. Около ста добровольцев, они сдают кровь на областной станции перерывания крови. Но показаний к перерыванию крови ни одному пострадавшему, которые прибыли вчера, нет. Всего бортом из Днепропетровска прибыло 29 пострадавших. Состояние всех стабильное. Один человек провел ночь в реанимации, у остальных ранения средней и легкой степени. Волонтеры, курирующие военный госпиталь, удивляются боевому духу киборгов, которые не перестают шутить даже на больничной койке. Там несколько ребят было, которые шутили, что у них на двоих одна мина. Вот, то есть оба с Донецкого аэропорта. Тем не менее, волонтер говорит, что сейчас не до шуток. Судя по тому, сколько людей прибывают в военные госпитали Днепропетровска, одесским медикам расслабляться не следует. Раненые прибывают достаточно плотно и, скорее всего, в ближайшем будущем придется ждать следующий борт в Одессу. За все время проведения АТО Одесский медцентр принял уже более двух тысяч пострадавших. Благодаря помощи волонтеров только в прошлом году центру поступила помощь в размере 18,5 миллионов гривен. Госпиталь, по словам Владимира Майданюка, пока ни в чем не нуждается. Однако некоторые волонтеры озвучивают прямо противоположное. Потребности по-прежнему в антибиотиках широкого спектра, которые мы вчера закупили в достаточно срочном порядке. Потребности, большие потребности в альбумине – это белок крови, который помогает транспортировать антибиотики в кровь. В данный момент в военно-медицинском клиническом центре проходит лечение 202 человека. Из них 36 раненых. Всеволода Нанева, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Море, пляж и хорошая компания. Так одесситы отмечают крещение. Православный обряд уже давно стал неотъемлемой частью зимних купаний одесситов. Как в анализ в холодную воду взрослые и дети видела Ольга Китик. В густом тумане на пляже Лонжерон собрались сотни людей. Ещё с ночи одесситы купаются в море, очищаясь от негатива и закаляя организм. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко уже 7 лет подряд участвует во всех крещенских купаниях. Слава Украине! Побежали! Погода и температура воздуха не препятствуют проведению праздника. Традиция продолжается. Чувствую себя очищенным от всего плохого. Алексей Гончаренко говорит, что в воде не так холодно, как кажется на первый взгляд. А тем, кто менее закалён, советуют не бояться и купаться зимой постоянно, а не только на крещении. Мы всегда компанией. Мы, собственно говоря, 7 лет назад начинали такую традицию больших крещенских купаний. Будем её продолжать всегда. Спасатели рассказывают, с 12 ночи не было и 15 минут, чтобы кто-то стоял вдали от моря. Наибольший ажиотаж был с полуночи до трёх ночи. Пока обошлось без серьёзных происшествий. Терялся ребёнок ночью. Три года нашли. И 16-летний молодой человек в нетрезвом состоянии. Без происшествий всё нормально, всё стабильно. Ребята работают в усиленном режиме. Чтобы не искушать судьбу, спасатели запрещают купаться в нетрезвом состоянии. Те, кто следуют главному крещенскому обряду уже не один год, со спасателями согласны. Отлично. Ноги пока пекут сильно. Главное не пить. Перед, после можно. Считается, что вода 19 января исцеляет тело и душу. Поправить духовное и физическое здоровье можно, согласно традициям, на протяжении всего дня. Ольга Китик, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Очищались от грехов и закалялись на ближайший год и на морвокзале. Юля пара минут готовится, прежде чем окунуться в ледяную воду. Для нее сегодняшнее купание на морвокзале не просто закалка, а часть православного обряда. Класс. Первый раз? Да. Долго готовилась к этому решению? Спонтанно. Один день. Нет, я постилась и вот сейчас закрепила. Температура воздуха не испугала одесситов. Ради заряда бодрости и энергии люди готовы были потерпеть двухградусную воду. Как ощущения? Отлично. Вы первый раз? Нет. А вот третий. Скажите, вот купание на крещение помогает в течение будущего года? Думаю, да. Для каждого свое. Ну а закалка? Закалка? Отлично. Опытные купальщики рассказывают, что холодно только первые пару секунд. А некоторые вообще не ощущают стужи морской воды. Хорошо, здорово, бодро. Холодно? Нет, вообще. Ожидал, что будет холоднее. Наша коллега Дарья Сидоровская привлекла думскую ТВ к крещенским купаниям. Холодное? Да. Очень классное, свежо, бодрит. Зору, 8 советую. После того, как купальщики получили положительные эмоции, они могли бесплатно получить еще и чай с печеньем. Ольга Кетик, Виталий Прус, Думская ТВ. Одесская область будет с бюджетом на 2015 год. Депутаты областного совета утвердили и рассмотрели замечания и предложения по 40-й сессии облсовета. Порядок сессии, которая должна состояться 21 января в Одесском областном совете, утвержден среди 18 вопросов и областной бюджет, который необходимо принять в кратчайшие сроки. Эта сессия мы принимаем общий фонд бюджета, принимаем кредиторскую задолженность за прошлые годы по капитальным затратам. То есть, потому что не принимать сейчас нельзя. Мы пока на сегодняшний день живем по 1,12 предыдущего года. А вы знаете, что и минимальная зарплата, ну и расходы на энергоносители, целый ряд других показателей выросли. И не принимать бюджет просто нельзя. Среди вопросов, утвержденных на повестку дня 40-й сессии облсовета, внесение изменений в программу сохранения Куяльинского лимана и объектов, которые подлежат приватизации. На Одессу опустился туман. Такое атмосферное явление типично для нашего города в это время года. Погодные условия уже отразились на работе аэропорта, а работники госавтоинспекции рекомендуют не выезжать без особой нужды на дороге города. В связи с плохими погодными условиями и сильным туманом, Одесский аэропорт закрыт для воздушного транспорта. Видимость в районе аэропорта составляет 100 метров. Утром были отправлены рейсы в Киев и Шар-Мальшеих, и был принят один рейс из Стамбула и два из Москвы. Обратные рейсы по этим направлениям ожидают улучшения погоды для вылета из Одессы. Ещё два рейса в Стамбул, Киев, Вену и Варшаву были отменены. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения. В особых погодных условиях соблюдать скоростной режим, а также переходить дорогу только в положенных местах. Павел Репин, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Активисты генерального протеста прошлись по Аркадии с предупредительной акцией. Они недовольны появлением новых строений. С лозунгами «Спасём побережье» и «Ганьба» одесские общественники начали инспекцию новых стройплощадок в Аркадии. «Спасём наши побережья от бетона и стекла!» Новостроящаяся гостиница «Портофина» словно афродита появилась из пены морской и обосновалась в нескольких метрах от воды. История возникновения Бона-Бичкла приблизительно такая же. В водном кодексе содержится прямая норма о недопущении строительства ближе, чем 100 метров от уреза воды. Мы наблюдаем в случае гостиницы «Портофина», которая вообще у нас оформлена юридически, как укрепление подпорной несущей стенки. Климом красавицам напомнили «Вы незаконные». Силой общественники отворили высокую калитку и двинулись дальше. И тут их ждал сюрприз. Забор, надоевший стройке жемчужина, снесён неизвестными. Представитель застройщика утверждает, все разрешения выданы городским ГАЗКОМ, но они просрочены, да и строительство не ведётся. Может где-то что-то чуть-чуть просрочено, потому что строительство не ведётся. Ищется инвестор. Ситуация тяжёлая. Инспектор областного ГАЗКОМ, который прогуливался по Аркадии вместе с общественниками, с представителем застройщика спорить не стал, но обещал всё проверить. Правильно ли была изготовлена проектная документация, прошло ли экспертизу, мы это можем установить во время проверки, данной проверки, которая сегодня началась. Рядом с жемчужиной общественники обнаружили свеженькую дорогу, которая планировалась как трасса. Подоль неё установлена стена из газопетона, которая должна служить в качестве укрепления склона. Сама дорога уже ползёт и обросла трещинами. По мнению активистов, она не только не способна выдержать склон, но и опасна для жизни. Завершилась инспекция стройплощадкой жилого комплекса «Морская симфония». Вот то, что мы видели на лонжероне. На лонжероне мы видим начальную стадию. То есть у нас уничтожили зелёную зону, и вместо этого делают первый этап – это парковка. А это вот уже заключительный этап, чтобы было понятно, вот чем закончится лонжерон. То есть от 16-й станции до лонжерона у нас будет вот такая вот красота. Активисты напоминают – акция мирная. Пока. Дарья Сидоровская, Евгений Ишменцев, Думская ТВ. Новые обрушения домов. Валятся не только карнизы, но и крыши домов. Принимаются ли меры по сохранению памятников архитектуры? В сюжете Мишель Арманд. В самом центре города, на Садовой 20, обрушается кровля здания. Это наносит урон не только памятнику архитектуры, но и представляет опасность для горожан. На проблему с карнизом жильцы обратили внимание ещё в декабре прошлого года и написали обращение в исполнительную организацию «Ренессанс», которая должна заниматься ремонтом. Однако никакой реакции не последовало. 15 января часть карниза обрушилась прямо на тротуар. К счастью, никто не пострадал. На сегодняшний день ЖУФ «Ренессанс» не предпринял каких-то действий. Действительно, для того, чтобы обезопасить, кроме того, что мы видим, вот эта вот лента и с надписью «Осторожно, обвал карнизу». Больше ничего, собственно, не происходит. За комментариями мы решили обратиться во обслуживающую организацию и выяснить, по какой же причине не проводятся ремонтные работы. Начальник, директор. По какому вопросу вам надо? Ну, мы хотели бы вы узнать по поводу Садовой-20. Там обрушение кровли. Я знаю, что жильцы обращались, там заявление писали. Не видел заявление. Покажите мне заявление. Ну, как, я видела заявление с подписями, с печатью, что было отправлено на рассмотрение. Там повесили ленточку, типа «Осторожно». Есть такое заявление? Уже это надо смотреть, я не помню. Заявления все же нашлись. Оказалось, что жильцы обращались неоднократно, но денег на ремонт фасада пока не выделили. Прошло частичное обрушение этого карниза. В силу своей компетенции, так как мы обслуживающая организация, мы убрали эти куски карниза, сделали граждающей лентой, оградили. В дальнейшем уже подготовили письма, соответствующие в инстанции, о том, чтобы они включили данный дом, ремонт фасада и карниза в титул капитального ремонта. Работники Ренессанса уверяют, что ждут благоприятной погоды, чтобы подняться к карнизам и снять оставшиеся опасные элементы фасада. А к ремонту можно будет приступить, если государство выделит на это деньги. К слову, общее состояние фасада в центре города не вселяет оптимизма. От домов откалываются большие куски лепнины и даже крыши складываются, словно карточный домик. Ни один и ни два карниза в исторической части города нуждаются в ремонте. Целый квартал является заброшенным, и одесситы его называют мертвым. Одесский архив вскоре не сможет принимать документы. В здании закончились места в хранилищах. Ранее архиву обещали помещение на территорию Сахопутки, но последние события в Украине внесли свои коррективы. Есть ли надежда на спасение одного из лучших архивов Украины, знает Дарья Сидоровская, которая прогулялась его коридорами. В этом году Государственный архив Одесской области отмечает свое 95-летие. Главной проблемой учреждения является отсутствие помещения, в котором могли бы храниться все архивные документы. Одесский архив входит в стройку крупнейших в Украине. Хранилищ архива насчитывает 13 тысяч фондов, более 2 миллионов дел, которые охватывают историю не только Одесской области, но и Крыма, Херсонской, Николаевской, Кировоградской областей и Молдовы. Мы храним документы с середины 18 века. Это основной массив. А уникальные редкие документы у нас самые первые, самый ранний документ 1572 года. А завершаем буквально сегодняшним днем. Ежегодно архив принимает до 10 тысяч документов. Каждый год за ответами сюда приходят более 4 тысяч человек. Наш отдел занимается более чем по шести направлениям. То есть одно из приоритетных – это естественное исполнение запросов социально-правового характера, тематического, генеалогического, библиографического. Архив готов издать уже второй каталог метрических книг. Вот, к примеру, это книга 1848 года по Херсонской подольской епархии. Но время уникальные документы не щадит. Спасаем документы. Вот в таком виде они к нам приходят. Вот, разрушенном. Мы их приводим в порядок. После реставрации они приобретают вот такой вид. Вот потом оно сшивается. Получается вот такая книга, большая дело. На данный момент архив расположен в двух зданиях. Но и их катастрофически не хватает. Документ уже просто некуда размещать. К тому же здание Ножуковского уже давно находится в аварийном состоянии. Первые трещины в стенах здания архива Ножуковского появились в 1988 году, о чем свидетельствуют маячки. За 26 лет начала протекать крыша. Помещение просли грибком, а здание покосилось. Сколько оно еще простоит, можно только гадать. Поиском нового помещения занимается последние 10 лет на увоз и ныне там. Ранее архивы обещали помещение на территории сухопутки. Однако последние события в Украине внесли свои коррективы и теперь рассчитывать на выполнение задуманного в скором времени не стоит. Прекращение деятельности архива может привести к тому, что десятки и сотни тысяч людей не смогут подтвердить трудовой стаж, родственные связи. Возникнут проблемы по утере документов, выданных при рождении и смерти. Дарья Сидоровская, Виталий Прус, Думская ТВ Актеры-аматоры сыграли в мюзикле «Одесса-мама» шоу «Воплощение мечты». Перформанс состоялся в Украинском театре. Здесь же выбирали мистера и миссис теленеделю, а затем при поддержке благотворительного фонда «Астра Стелла» юным одесским талантам были вручены ценные сертификаты. Ретроспектива событий прямо сейчас. Яркие платья, танцевальные па и сольные арии. С первого взгляда и не скажешь, что на сцене Украинского театра собрались непрофессиональные актеры. Тем не менее, это так. Финалисты конкурса «Мистера и миссис теленеделя-2015» отыграли мюзикл «Одесса-мама». Здесь же выбрали и победителей конкурса. Эмоции переполняют. Конечно, это неожиданно для меня. Восторг, я не знаю. На один день в актеров превратились предприниматели, рестораторы и дизайнеры. Но до этого действительно на протяжении месяца посещали занятия по хореографии и актерскому мастерству, оттачивая с режиссером малейшие нюансы своего выступления. Путь к мечте, вот эти волнения, вот эти переживания, вот эта командная работа, вот это очень ценно для меня. Высоко оценили одесситовы члены компетентного жюри, куда входили уважаемые в Одессе публичные деятели. Оценка опять самая высшая. Но я некоторым актерам, и те, которые сегодня, кстати, побили, поставил плюс один. Почему? Потому что они, наверное, находясь на сцене, доказали свое актерское мастерство и профессионализм. По завершении шоу гостей театра ждал аукцион, организованный благотворительным фондом «Астростелла». Также в рамках содействия развитию творчества детей и молодежи представители фонда вручили талантливым одесским детям денежные сертификаты. Я благодарна этой стипендии за то, что она помогает одесской молодежи в своих целях и мечтах. Отметим, что конкурс «Мистер и Миссис теленеделя» проводится с 1997 года. Однако формат шоу приобрел только в 2002-м. До этого конкурсанты дефилировали на подиуме в качестве моделей. Всеволода Наней, Евгений Чменцев, Домская ТВ. На сегодня у нас все. Далее информация о синоптиках о погоде. Если вы стали свидетелем резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по телефону 788-0075. Всего вам доброго и до встречи на Думской ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова